Учитесь новому, собирайте информацию, размышляйте о важном. Сегодня у вас будет шанс найти ответы на какие-то серьезные вопросы или точно узнать то, о чем прежде можно было только догадываться. Появится определенность в планах на отдаленное будущее. Станет ясно, что стоит сделать уже сейчас, чтобы быстрее достичь давно поставленных целей. День хорошо подойдет для творческих занятий и любых дел, которые позволяют дать волю фантазии. С ними могут быть связаны новые знакомства. Они могут положить начало дружеским или романтическим отношениям. Овин, не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Там, где дело касается денег и имущества, лучше не доверять первому впечатлению, а собрать побольше информации и обдумать все как следует. Первая половина дня едва ли подойдет для серьезных разговоров. Подождите немного, уже через несколько часов ладить с окружающими станет проще. Вечер – отличное время для встреч с давними знакомыми. Вы давно не виделись? Не беда, это не помешает найти интересные темы для разговора и даже какие-то общие дела. Вероятно, неожиданные подарки и приятные сюрпризы. Телец – лучше не строить больших планов на первую половину дня. Это время подойдет для спокойного отдыха, каких-то приятных занятий, а также общения с людьми, чьи жизнерадостность и оптимизм вас всегда радуют. Можно помечтать о будущем, но благоприятное время для того, чтобы перейти к конкретным действиям, наступит чуть позже. Вторая половина дня сложится удачно и наверняка порадует приятными сюрпризами. Единственная сфера, которая потребует внимания и осторожности – финансы. Не спешите с покупками и сделками, посоветуйтесь с людьми, опыту которых доверяете. Близнецы – лучше не спешить с реализацией идей, которые появятся у вас сегодня. Они покажутся почти гениальными, но если вы обдумаете все еще раз, то наверняка заметите какие-то слабые места. Не лишним будет и посоветоваться с людьми, прежде не раз поддерживавшими ваше начинание. Вторая половина дня хорошо подойдет для учебы, сбора и анализа информации. Благоприятным будет это время и для посещения семинаров, конференций и других подобных мероприятий. Там вы сможете познакомиться с людьми, которые разделяют ваши интересы. Возможно, начало дружеских отношений или романтической истории. Рак? Не все будет даваться легко, но вы наверняка справитесь со всеми возникающими проблемами, если сохраните самообладание. В первой половине дня будет особенно важно не идти у эмоций на поводу, не спешить с решениями, стараться не говорить ничего сгоряча. Со временем влияние позитивных тенденций усилится, а ладить с окружающими станет гораздо проще. Вторая половина дня подойдет для деловых и дружеских встреч. В неформальной обстановке удастся обсудить самые серьезные вопросы. Вы найдете общий язык даже с теми, с кем прежде спорили из-за любого пустяка. Лев, не упустите возможность исправить ошибки, допущенные раньше, и успешно завершить дело, которому уже было отдано немало сил. Вы справитесь с тем, что долго не получалось. Благодаря поддержке звезд удастся быстро решить непростые вопросы. Середина дня подойдет для новых начинаний, вы быстро разберетесь с тем, о чем прежде вовсе не имели представления. Вечер стоит провести с близкими людьми и будет весело и интересно, вы получите массу позитивных эмоций. Удачно пройдет романтическое свидание, любимый человек наверняка вас чем-то порадует. Дева, стоит проснуться пораньше, утро будет очень удачным, подходящим для самых разных дел и щедрым на яркие эмоции. Если в это время вы возьметесь за что-то новое, то наверняка быстро добьетесь первых успехов. Нетрудно будет найти помощников, если они потребуются. И запланированные и случайные встречи вас порадуют. Вторая половина дня будет более спокойной. Она хорошо подойдет для отдыха, вы восстановите силы и сразу почувствуете себя лучше. Многим девам небольшие поездки и прогулки помогут отвлечься от забот, настроиться на позитивный лад. Весы, будьте готовы к неожиданностям в начале дня. Едва ли в это время вам удастся действовать по плану. Скорее все гаинтуицеи подскажет, как лучше действовать, и вы к ней прислушаетесь. Вторая половина дня пройдет очень плодотворно. Не исключено, что в это время вам нужно будет заниматься несколькими делами сразу, решать не самые простые вопросы. Вы ничего не забудете и не перепутаете, отлично справитесь со всем, за что возьметесь. Скорпион, настройтесь на позитивный лад, постарайтесь не расстраиваться из-за пустяков. Этот день будет благоприятным, даже если сначала вам покажется, что абсолютно все идет не так, а окружающие специально выводят вас из равновесия. Влияние позитивных тенденций будет становиться все сильней, вскоре вы увидите, что ситуация меняется к лучшему. Вторая половина дня принесет ответы на многие непростые вопросы, о которых вы размышляли в последнее время. Вы поймете, что стоит запланировать на ближайшее время, а близкие предложат свою помощь в осуществлении задуманного. Стрелец, старайтесь не переутомляться в первой половине дня. Это определенно не лучший период для трудных дел и решения сложных задач. Вам потребуется немного времени, чтобы прийти в себя и настроиться на нужный лад. Вскоре после полудня интуиция подскажет, что пора действовать, и тут вы ни одной минуты не станете тратить напрасно. Вторая половина дня пройдет плодотворно и приятно. У вас многое будет получаться хорошо. Благодаря поддержке звезд вы добьетесь даже большего, чем ожидали. Не исключено, что сбудется какое-то давнее желание. Козерог, не торопитесь тратить деньги. Утро едва ли подойдет для крупных спонтанных покупок или каких-то дорогостоящих развлечений, которые не были запланированы раньше. Зато этот период будет благоприятным для семейных дел, общения с близкими. Могут неожиданно прийти гости, и это вас очень обрадует. Вторая половина дня будет удачной во всех отношениях. Вы отлично справитесь со сложными делами и проблемами, в последнее время беспокоившими людей, которые вам особенно дороги. Вечер – время хороших идей, на реализации которых вы сосредоточитесь в ближайшее время. Водолей, не переживайте из-за пустяков в начале дня. Постарайтесь настроиться на позитивный лад. Как только вы с этим справитесь, станет ясно, на чем стоит сосредоточиться, чтобы в полной мере использовать возможности, которые открывает этот день. Полезно будет вернуться к каким-то старым идеям и планам. У вас будет шанс воплотить их в жизнь. Возможно, какие-то удачные совпадения, необычные события, которые окажутся вам полезны. Вторая половина дня – время важных решений. С них начнутся большие перемены к лучшему. Рыбы, запланируйте на начало дня что-нибудь интересное и приятное. Такие занятия помогут избежать неприятных размышлений, отвлечься от забот и настроиться на позитивный лад. Рядом будут люди, которые знают, как вдохновить вас. Старайтесь больше общаться с ними и держаться подальше от тех, кто вечно всем недоволен. Вторая половина дня принесет хорошие новости и приятные сюрпризы. Некоторые рыбы встретятся с людьми, по которым скучали, наладят отношения, в последнее время складывавшиеся напряженно. Близких вы будете понимать с полуслова, это поможет положить конец давним разногласиям. Продолжение следует...